Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Меня зовут Алиса. А вы любите видеоигры? Я очень люблю! Я покажу вам мою самую любимую игру, в которую играл мой папа, когда был такой же, как и я. Эта игра называется Супер Братья Марио. Она была выпущена компанией Нинтендо в 1985 году. Эта игра занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Как самая продаваемая игра в истории. Главными героями игры являются Марио и его брат Луиджи. В игре надо пройти через Грибное Королевство. Ускользая или уничтожая солдат, черепашего короля Купы. Простите, мне нет фигурки. Ну что, приступим? Папа, папа, помоги мне запустить игру. Папа, дай поиграть. Сейчас, сейчас, сейчас. Папа! Надо тут все проверить. Точно все работает? Папа, ну дай поиграть. Все-все уже даю, смотри. Три, с одной. Звездочка. Папа, ну дай уже поиграть. Подожди, подожди, не вырывай. А то сейчас еще джойстик сломаешь, и тогда вообще никто не поиграет. Папа, дай поиграть. Так нечестно, ты весь кон прошел. Сюжет игры очень простой. Черепаший король Купы похитил принцессу и захотел на ней жениться, чтобы завладеть гребным королевством. А Марио пытается спасти принцессу. Игра состоит из восьми миров. По четыре уровня в каждом. В игре очень много разных противников. Первый из них Гумба. Вы его встречаете первым. Это злой гриб. Растения пираньи вылезают из труб. А вот это черепаха Купа. Купа бывает нескольких видов. Зеленые и красные. Зеленые черепашки не отличаются умом. Они просто идут и идут, и не думают даже. И прыгают в эту пропасть. А красные разворачиваются и идут обратно. А летающие черепашки называются паратруппы. Медузы продвигаются в воде рывками. Чип-чипы, рыбы, бывают обычные, плавают под водой. И летающие, выпрыгивающие из воды и обратно. Братья-хаммеры. Они без конца кидают свои молоточки. И к ним очень трудно подкрасться. Черная пушка. Пускает снаряды через равные промежутки временной. В базе имеет огнеупорный панцирь. Огненная палка вращается вокруг центра. Лакиту летает на облаке и кидается дикобразами в спине. Лакиту можно убить обычным способом, но он через какое-то время разрушается обратно. Дикобразы в спине. На них нельзя прыгать, но можно убить огнем. Король Купа или Болзер является боссом. Он стреляет огнем и молотами. Его можно победить, прыгнув на рычаг. Или поразить огнем. При поражении Болзера огнем в первых семи мирах видно, что под него замескированы другие враги. Гриб превращает маленького Марио в большого Марио. Огненный цветок превращает большого Марио в огненного Марио. Звезда дает Марио неуязвимость. Кирпич монет. В нем находится по несколько монет. Выглядит просто так же, как и простой кирпич. Гриб жизни дает еще одну жизнь. Собрав 100 монет, игрок получает дополнительную жизнь. Лиана вырастает из кирпича, и по ней можно забраться на бонусную уровень. В игре есть три секретных прохода. Называются зоны перемещения. Они позволяют быстро переместиться в другие миры. Я дошла до самого последнего босса. Но у меня осталось всего лишь одна жизнь. Но ничего, позову папу, он мне поможет. Подписывайтесь на мой канал и ставьте палец вверх. Ладно, все, я побежала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok